Фильм Михаила Зеленского В субботу в 11.20 На канале Россия Таинственный, мистический остров И по сей день он хранит тайну возникновения обители Как гласит предание, проповедуя Евангелие Святой апостол Андрей Первозванный Достиг Ладожского озера и установил на горах Влаамских Каменный крест А по прошествии девяти веков Двое иноков, Сергий и Герман Основали на одном из островов монашескую обитель Примемя пустыня Яком отече чудо свое В тихое и безмолное недру свое И сидя плаща и рэда О глубоком и дином негрешу ем О глубоком и дином негрешу ем В третий сергию лавре такой старий сестер Кирилл Павлов Он мне благословил поехать в монастырь На что я спросил, в какой? Давай-ка на Валаам И там как раз вот братья восстанавливают обитель И все, на следующий день я уже был в Петербурге И меня встретил начальник подворья Помогай, дорогой Ни один певчий не пришел Пошел на хора И перед тем, как начать петь Начальник подворья подошел ко мне И взял камертон И прямо благословил мне Говорит, давай, пой регентуй Четверть века назад музыкант Геннадий Рябцев А ныне регент церковного хора Иеродиакон Герман Вел совсем не монашеский образ жизни Работа в одной из популярных рок-групп Бесконечные концерты, гастроли, поклонницы Когда я работал в динамике Я уже был верующим церковным человеком И каждый раз, когда приезжали на гастроли в какой-нибудь город Я тут же искал, где храм и рынок Чтобы какой-нибудь постник и еды купить Иеродиакон Герман Иеродиакон Герман Сладим Сладим Скид, где будут жить 12 схемников и будут читать непрестанную молитву Псалтирь об упокоении всех воинов, вождей воинов русских на поле брани за веру Отечества и народ свою жизнь свою отдавших. Помяни души усопших рабов твоих, Иулии, убиенного воина Харитона, новоприставленного Александра, Анны, Валентины, Василия, Моисея, Стефана. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Самый дальний Ильинский скит расположен на острове Лембос в 11 километрах от Валаама. Он был построен в 19 веке на пожертвования благотворителей для уединения братьев. В двух деревянных постройках могли жить всего семь монахов. В 50-х годах 20-го столетия храмы, все постройки здесь были сожжены. Сохранились только вот эта аллея лиственниц и мраморный колодец на склоне горы. Аминь. 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 В этот же день братья монастыря поминают святого Николая Чудотворца и совершают крестный ход от центральной усадьбы к Никольскому скиту. Субтитры создавал DimaTorzok Приехав на Валаам, отец Герман организует в Никольском скиту первую келейную студию. Здесь он будет записывать альбомы, совсем не похожие на пластинки группы «Динамик». В Никольском скиту отец Герман не был 15 лет. Полтора километра от центральной усадьбы он проходит не спеша, наслаждаясь скрипом деревянных мостков, словно смакуя каждый шаг. Сегодня это встреча родных братьев, а 15 лет назад, признается иеромонах Гидеон, он далеко не сразу принял то, чем тогда жил отец Герман. Я поначалу, конечно, не понимал, насколько это большой труд и как-то так даже, может, притеснял отца Германа. Но потом уже с годами я уже понял, насколько это кропотливо и насколько это все объемно, насколько это все требует, как бы, очень внимания, каждое слово, каждый звук. Осторожно, пытаясь не нарушить размеренную жизнь сегодняшней братья Никольского скита, отец Герман заходит в келейный корпус и тут же устремляется наверх. Это был громадный такой чердак туда с продолжением. Здесь были настилы, здесь останавливались паломники, вернее сказать, паломницы, прямо напротив моей келей. Эту дверь мне выковал наш кузнец, как он сказал, он меня так увидел в терновом венце. А здесь был знак параклита, которым начинается песнопение. Набожное чувство и необыкновенная энергия, которая потрясает душу. Так в XIX веке описал особую выразительность валаамского пения святитель Игнатий Бринчанинов. Услышанный им напев он назвал знаменным. На Валааме решили возродить древние русские знаменные распевы, а еще положили начало новой традиции. В июле 2015-го на острове прошел первый свято-владимирский фестиваль православного пения «Просветитель». Певческое поле Валаамского монастыря стало едва ли не главной духовно-просветительской площадкой страны и местом проведения ежегодного фестиваля православного пения. Здесь были певчи и со святой горы Афон, и с Грузией, и с Украиной. Причем у нас был и киевский хор, и хор из Донецка. Для всех нас было очень радостно, вот такое вот единение в самом главном, пожалуй, виде церковной культуры – в пении. Потому что именно через пение сердце отзывается на тот призыв Христа, который заложен в церковных песнопениях. Уйдя со сцены, бывший рок-музыкант Геннадий Рябцев, а ныне регент церковного хора, записал 35 альбомов. Поспорить с таким количеством пластинок может только настоящая звезда. – Здорово! – Старый. – Йо-йо! – Ну как ты? – Док, сейчас тебя слушал. – Да? – Даже в квартире оставили, чтобы духов разгонять. – Отличная музыка. Последний раз они встречались в 95-м. Сегодня, оказавшись в студии, отец Герман первым делом тянется к инструменту. Но брать в руки не решается. Говорит, взять чужую гитару – это все равно, что сесть за руль чужого автомобиля. – А, да. Мы купили машину первую, поменяли. Что мы отдали? Две гитары. – И магнафон тоже. – Не, магнафон мы потеряли по дороге. Машина, она, включая, со старта не заводится, нужно ее толкать. Гену за рулем, мы с Сашкой выскакиваем, как ковбой, толкаем и на ходу запрыгиваем. И так несколько раз запрыгали, запрыгали, а потом вещи как-то вытащили, там что-то Гена чинил. Прыгнули, как ковбой, и забыли про магнафон. А потом как-то была ночь глухая, где-то уже часа три ночи, и машина заклохла. Ни одна угонька вообще, лес кругом. И Гена такой сел, так за руль, и молчит. – Гена, что это? – Гена такой, это конец. И тут раз, видимо, Гена помолился, и проводки, значит, подергал проводки. И чуть-чуть, ду-ду-ду-ду-ду, мы опять выскочили из машины, толкнули и поехали дальше. В середине 80-х с группой «Динамик» Геннадий Рябцев объехал весь Советский Союз. Это любительская съемка 85-го года. – О, как смешно это. Здорово. Это 30 лет назад, получается. Гена такой, диран-диран. – Диран-диран, макрой. Еще по пути в студию отец Герман разоткровенничался. Говорит, хочу, наконец, сказать Кузьмину то, о чем молчал 20 с лишним лет. И вот для обоих наступает момент истины. – Не знаю, задумался такая антиленит, но вот и ты меня привел в храм. Ты знаешь, в этом нет. Я впервые пришел в храм помолиться с тобой, с Татьяной, с детьми. После отец Герман признается – эта короткая, первая за 20 лет встреча не могла быть случайной. Он верит, что совсем скоро увидит Владимира Кузьмина в храме. Валаамский монастырь всегда был оплотом православия, славился высокой духовной жизнью, служил распространению христианства и монашества. Здесь несли свой монашеский крест, очень тяжелый, очень нелегкий, действительно, великие святые, подвижники. В течение многих-многих поколений. Здесь необыкновенная красота природы сочетается с красотой храмов. Настолько все это гармонично и взаимосвязано, что, конечно, человек это сразу чувствует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok